Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам, мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей. Сегодня мы пригласили в студию управляющего отделением Банка России по Северной Осетии Ирина Цзоу, чтобы она ответила на самые актуальные вопросы. Ирина Эльбрусовна, добрый вечер. Добрый вечер. Кредитные каникулы для участников специальной военной операции, кого они касаются? Во-первых, хотелось бы уточнить, что кредитные каникулы – это период, на который заемщик может приостановить свои платежи по кредитам либо займам. Причем кредитор, будь то банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, не вправе отказать гражданину в том случае, если он подходит под критерии, определенные законодательством. Кредитные каникулы в данном контексте касаются участников специальной военной операции, а именно, я зачитаю, чтобы никого не пропустить, то есть это военнослужащие, это мобилизованные вооруженные силы, военнослужащие, проходящие службу по контракту, а также войсках национальной гвардии. Кроме того, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 федерального закона об обороне, а также сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение специальной военной операции. И, безусловно, добровольцы, то есть лица, заключившие контракты о добровольном содействии вооруженным силам в специальной военной операции. И, безусловно, члены семьи указанных категорий граждан. Кто относится к членам семьи? Ну, это супруг, супруга, это несовершеннолетние дети, это дети старше 18 лет, получившие инвалидность до 18 лет, это дети до 23 лет, проходящие обучение по очной форме, а также иные лица, которые находятся на иждивении указанных категорий. Какие шаги необходимо предпринять участникам специальной операции, чтобы получить кредитные каникулы и какой пакет документов необходимо собрать? Для того, чтобы обратиться с заявлением о предоставлении кредитных каникул, необходимо обратиться к своему кредитору либо в банк, либо в микрофинансовую организацию любым доступным способом. Ну, как правило, желательно, чтобы это был способ, указанный в договоре, это может быть обычная почта, электронная почта. Также допускается обращение по телефону даже, поскольку не все граждане, указанные в законе, имеют возможность отправлять заявление по почте. Гражданин должен обратиться, как я сказала, к своему кредитору. Если может, то желательно сразу же приложить документы, подтверждающие его участие в специальной военной операции и, соответственно, подтверждающие его право на получение кредитных каникул. Но если в момент обращения гражданин не может предоставить такие документы, он может это сделать в любое время до окончания кредитных каникул, но это должно быть... Вообще самообращение и, соответственно, предоставление документов должны быть направлены кредитору до 31 декабря текущего года. При этом документы, подтверждающие участие в специальной военной операции и подтверждающие право на кредитные каникулы, могут быть предоставлены в так называемый льготный период. Это 30 дней с момента окончания участия в специальной военной операции. Кредитор, банк или микрокредитная организация обязаны рассмотреть заявление заемщика и принять решение в течение 10 дней и направить ответ заемщику также любым возможным способом. Если обратившийся участник специальной военной операции либо член его семьи не получил ответа от кредитора в течение 15 дней, то кредитные каникулы считаются установленными с момента обращения кредитору. Скажите, пожалуйста, на какой период предоставляются кредитные каникулы? Кредитные каникулы предоставляются на срок участия в специальной военной операции плюс 30 дней. При этом заявление можно подавать своему кредитору до 31 декабря 2023 года. Кроме того, срок предоставления кредитных каникул может быть увеличен на период, если гражданин находится в госпитале на излечении от травм, ранений и иных болезней, полученных в ходе специальной военной операции. Я еще не сказала, что если за кредитными каникулами обращаются члены семьи военнослужащего, то им необходимо предоставить документы, подтверждающие родство. Можно прервать течение кредитных каникул, сообщив об этом кредитору. Можно, не прерывая кредитных каникул, вносить платежи, и в этом случае сумма основного долга будет уменьшаться. Соответственно, уменьшатся и проценты, которые в дальнейшем будут начислены. Также очень важно, что кредитор не может в период кредитных каникул осуществлять исполнительное производство по кредиту. То есть, если у банка в залоге находится автомобиль или квартира, банк не может их продать. Даже если на момент начала кредитных каникул исполнительное производство уже было начато. Также существенно, на наш взгляд, то, что на период кредитных каникул проценты по договору продолжают начисляться. При этом есть различия в зависимости от вида кредита. По потребительским кредитам и по картам устанавливается льготный процент в размере двух третей среднерыночной ставки. которую банки самостоятельно рассчитывают каждый квартал. По ипотечным кредитам начисление процентов происходит по тому уровню, который был установлен в договоре. Причем, несмотря на то, что ежемесячные платежи прекращаются, начисление процентов происходит с учетом того, как если бы платежи происходили. То есть, сумма основного долга уменьшается при расчете. Соответственно, в дальнейшем процент будет уменьшен. Ирина Эльбрусовна, скажите, существуют ли какие-то ограничения? Нет, никаких ограничений не установлено. То есть, кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, которые имеются у участника специальной военной операции и у членов его семьи. И также нет ограничений по сумме. Поэтому, нам кажется, это будет являться существенной поддержкой для семей. Кредитные каникулы никоим образом не испортят кредитную историю гражданина, поэтому в этом случае все обратившиеся могут быть спокойны. Что ожидать по кредитам в случае ранения или гибели участников специальной военной операции? В случае гибели либо получения инвалидности первой группы кредиты будут списаны. Эта норма распространяется и на членов семей в этом случае. При этом мы говорим о ситуациях, которые произошли после 24 февраля 2022 года. Ирина Эльбрусовна, я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. До новых встреч! Чистота горных вершин